На сегодняшний день мы уже допросили 34 свидетеля и по факту мошенничества и по государственной измене. К нашему счастью, все свидетели говорят исключительно в пользу нашего подзащитного. Сегодня мы планируем заявить два хода теста по мере пресечения, потому что поменялись обстоятельства. Мало того, что болезни, которыми обладает, так это сказать, наш подзащитный, препятствие содержания подкражей, сроки давности прошли, 75 депутатов голосовали, просили, чтобы изменили меру пресечения, но еще и изменились обстоятельства. И более того, мы заявим сегодня хода теста по расцеплечиванию уголовного дела, потому что те свидетели, которые были допрошены, они обладают данными документами, они сказали, что все эти документы были разосланы в свое время по всему миру, что никакой секретности они в ней носят, и мы считаем, что это просто как политический заказ, только для того, чтобы средства массовой информации и народ просто не знали, как проходят данные документы. Анатолий Адахан Кенсабаевич никогда не жалуется на свое состояние здоровья, он сказал, что никто его не сломит, и никогда он не упадет на колени, будет бороться до конца, но и мы тоже будем бороться с ним до конца. По факту мошенничества? По факту мошенничества. Нам на самом деле очень удивительно, почему даже следствие застекретило это дело, совершенно ничего там секретного нет, потерпевший нанял внук адвокатов, мы допросили и потерпевшего этих свидетелей, по обстоятельствам дела я говорить не буду, потому что все-таки дело носит не секретно, так говорю, еще раз заявляю, что наши все свидетели говорят в пользу наших подзащитных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!